МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотим выяснить у прекрасных дам, у вас, да, я к вам обращаюсь, что же вы хотели получить на 8 марта, какой подарок для вас будет самым желанным. Позвоните, расскажите, а вдруг кто услышит, вдруг кто ваши какие-то, ну, заметит, не знаю, невероятные желания и исполнит их, почему нет, ведь замечательный праздник, Международный женский день как раз-таки и призван для того, чтобы всех-всех-всех девчонок любого возраста поздравлять. Ну и, конечно, дарить что-нибудь приятное, красивое и желательно эксклюзивное. Вот об этом сегодня будем говорить с нашими гостями и даже приготовить для вас настоящие мастер-классы. Так что готовьтесь, будем творить. С большим удовольствием представляю вам наших гостей. Итак, с нами здесь мастерица-рукозельница, известная на всю Самару, просто руки золотые у этого человека. Елена Челнокова, здравствуй, Лена, очень рада тебя видеть здесь. Пришла не одна, приятная компания, с нами здесь Полина Челнокова, привет, Полина, и Виктория Ершова, Вика, здравствуй. Здрасте. Здрасте. Вот они нарядились, все-таки яркие краски, тема нашего эфира. Как вообще настроение весеннее, Лен? Отлично, все, весну почувствовали. Почувствовали. Ну вот мы, если говорим, как девочки-то взрослые уже, есть что вспомнить, как готовились поздравлять мам, бабушек. Вот что обычно ты делала, когда была маленькая, как раз-таки к 8 марта, помнишь? Ну да, помню. Цветная бумага и ножницы. Это была моя любовь, что-то порезать, что-то где-то пришить, даже иногда это ценой мамы шторки снизу. Так, не видно за кроватью? Что-нибудь такое вот смастерить из бумаги, из тряпочек, аппликацию, да, что-то. Куколку, может быть, какую-то из старых каких-нибудь колготок сделать. Ну, вот такие подарки. Ничего не осталось, не сохранилось из первых твоих? Из первых. Не так давно нашла тетрадь мамину для записи кулинарных рецептов. И вот там в середине тетради, что очень приятно, там мои аппликации и какие-то такие очень смешные рисунки. Приятно, согласись. Да, приятно, очень приятно вспомнить. Здорово. Вика, скажи, ты знаешь, что такое праздник 8 марта? Знаю. А что это за праздник? Расскажи нам. Что делают в этот день обычно? Ну, скажи. Полин, помогай. Что за праздник 8 марта, ты знаешь? Это женский праздник. Так, что нужно делать обязательно в этот день? Подарки. Получать или дарить? Получать. А дарить? И дарить. Так, ты скажи секреты, пока мама не слышит. Что-нибудь готовишь для нее? Да. Готовишь? Ну, ладно, хорошо. Что вообще сегодня вы принесли нам с собой? Мы даже сегодня попытаемся здесь что-то воспроизвести и сделать. А как, как говорится, мы беседуем, чтобы не было простоя. Что делаем? Ну, что мы делаем? Мы декорим комнату для девочек. То есть все у нас такое нежненькое, все розовое, всякие всевозможные шкатулочки, вазочки открытые, ободочки, цветочки. Все в таком вот нежном стиле. И люстру вот мы и сделали. Да, друзья мои, сейчас я продемонстрирую смертельный номер. Вот она, люстра. Вы представляете, какая она красивая, какая она замечательная, какая вообще просто, ну, очень для девочек. Кукольный домик у вас там получается какой-то, да? Лена, тоже все сама? Да, ну, это заготовка из магазина, пластиковая. И вот покрашена, отделана тканями натуральными, даже винтажными, я бы сказала. Некоторым вот кружевом, использованным здесь 30-40 лет. Это как раз-таки, наверное, мамина шторм. Где-то практически. Ну что, давайте приступать. Девчонки, как часто вообще вам приходится мастерить что-нибудь? Часто? Часто. Что? Что делаете обычно? Открытки. Открытки. Аппликации. Ну что, приступайте тогда. Что делать будем, Лена? Девочки закончат вот начатую нами шкатулку. Мы ее вместе делали, склеивали с нуля. То есть вот такая у нас круглая коробочка для всяких штучек интересных девчачьих. Что для этого нам понадобится? Для этого нам понадобятся цветочки готовые. Они продаются в магазинах, но их можно сделать и самому при желании. Вот. И бусинки. И клей. Девочки закончат у нас верхний декор. Вперед. Вперед, девчонки. Я пока обращусь к нашим зрителям. 202-11-22. Сегодня будем слушать ваши какие-то интересные ответы. Что бы вы хотели получить в подарок? Какой подарок для вас является самым желанным? Позвонить нам, может быть, я открою секрет, но за самый оригинальный ответ у нас есть приз для вас. Так что дерзайте. Ну и призом, конечно, будет сейчас для многих. Мы будем в ближайшее время разыгрывать билет на концерт вечера фортепианной музыки. Николай Фифилов. 11 марта. 18.30. Филармония. Эх, чудесная, замечательная музыка. Так. Что девчонки у нас делают? Правильно ли они делают? Ну, они это уже делали, справятся. Молодцы. Ага, Лен, вообще, как так случилось, что вот ты действительно начала заниматься рукоделием? Да не просто заниматься, а давать фору многим вообще, тем, кто... Как, наверное, у многих. Я сидела с ребенком дома, и мне было жутко скучно. В те моменты, когда она спит, и хотелось очень чем-то заняться. Не приклеивается. Побольше. Побольше. Захотелось чем-то заняться. Что это было для начала? Для начала это была кукольная миниатюра. Точнее, домики. Миниатюрные домики. Ну, как... Можно сказать, что они большие, но для маленьких-маленьких фарфоровых куколок. Вот я собирала с нуля домики. То есть каркас, кирпичики, все это делала. Потом увлеклась уже текстильной куклой. Тильда. Вот у нас бренд есть такой знаменитый, очень интересный. Потом уже своя кукла у меня авторская пошла. А потом скраббукинг. Потом понарастающий фамиран. Давайте начнем со скраббукинга. Есть у нас открытки, как раз-таки, которые Елена делает своими руками. Не все. Их, на самом деле, мне кажется, миллион-миллионов. Лена, ну рассказывай. Как вообще черпишь вдохновение, и кто заказчики? Заказчики. И девушки, и мужчины. То есть вообще очень разносторонние. Как правило, праздники. Начинаются праздники. 23-е, 8-е марта, Новый год. И ближе к этому начинают заказывать. Открыточки. Ну вот мы видим сейчас на экране. Да, это вот. Всякие. Для девочек и для мальчиков. Для девочек и для мальчиков. Вот просто интересно, вот на самом деле, освоить это все как-то, я не знаю, понять, что у тебя получается. Как вот этот момент наступил? Ну это все-таки, наверное, фантазия. Прежде всего. Потому что... Есть какое-то образование, художественное, ресурс? Нет. И никакого образования такого у меня нет. Просто фантазия какая-то неуемная, бурная. Иногда во сне сниться. Встанешь и запишешь, наброс какой-нибудь накидаешь. И время, естественно. И время. Хотела спросить. Вот, допустим, человек пытается что-то начать, пытается как-то, может быть, овладеть техникой того же самого скрабукинга. Вот твой совет, с чего начать? Подглядывать у кого-то? Что-то черпать, попробовать покопировать? Несомненно, нужно пройтись по информации. Благо, дело, ее очень много в интернете. С теоретической части. С теоретической части. Конечно, почерпать какие-то интересные моменты. То есть, посмотреть на чьи-то работы. Я вот не копировала. Все свое. Да, мне было достаточно взглянуть, и вот это вот все в голове вот так вот складывалось, складывалось потихонечку. Да, конечно, сначала смешно получалось. Понятно. Ну, друзья, вот, собственно, Лена начинала со скрабукинга. Поверьте мне, это еще не все и далеко не все. Но я предлагаю немножко с вами поиграть, расшевелить вас. Предлагаю посмотреть сейчас на экран. Мы увидим кадры из одного очень известного фильма, который, мне кажется, обязательно буду показывать. На одном из центральных каналов в 8 марта. Если вы угадали, что это за фильм, звоните нам. Вечер с фортепианной музыки в филармонии будет для вас, я думаю, кстати. Ну и традиционно мы пытаемся выяснить, что же вы хотите на 8 марта, какой подарок самый желанный, чему будете рады. Позвоните, расскажите самый оригинальный ответ. Я думаю, сегодня с большим удовольствием наградим. Сделаем сюрприз, какой чуть позже расскажу. Ну что, у нас что тут получилось? Давайте смотреть, показывать. Девочки, что вы тут сделали так быстренько и очень красиво? Ну, они выложили рисунок, который, в принципе, конечно же, отрепетировали, все-таки подмастели, еще не мастели. По краю пустили вот такие нежные розочки, чтобы он у нас немножечко заиграл, чтобы не совсем уже бледненький был. Что там можно хранить, интересно? В такой шкатулке можно хранить, ну, например, мамочки могут хранить там от новорожденного пенеточки, сосочки, бирочки. Какие-то на память, да? Девочки могут браслетики, опять-таки ободочки складывать, какие-то украшения. Вот такие вот шкатулочки с открытым верхом, ну, используются, как правило, для хранения. Да, такого вот, чтобы вот взять сразу и помнить, где было. Мы можем сделать сейчас, показать, как вот у нас делается вот такая вот юбочка. Я пока поближе рассмотрю. Друзья, какой же подарок для вас самый желанный? Позвоните нам, 202-11-22, ну, и, конечно же, угадайте, что за фильм мы загадали. Кинокадр очень известный фильм, очень женский, мне кажется. Победитель, между прочим, премии «Оскар». Давайте будем выяснять. 202-11-22. Звоните. Лен, что нам понадобится для того, чтобы изготовить? Для того, чтобы изготовить шкатулочку, ну, можно ее сделать с нуля самому, собрать коробочку. Можно взять коробочку купленную, потому что их много, да. Мы обклеиваем ее красивой скраб бумагой, оставляем приблизительно по 1-1,5 мм с краешков торцов. То есть мы измерили нашу коробочку, убавили на 2 мм и вырезали вот такую фигурку. То есть мы ее оклеиваем и снутри, и снаружи. Кубик такой получается. Да. Ну, а здесь вот кубик в данный момент. Можно и кругленькую взять. Вот. Теперь мы что, должны закрыть красивым кантиком низ и сделаем юбочку вот такую вот сборочку. Красиво. Да, тоже будет открытая коробочка без вверх, ну, например, для карандашиков. Можно поставить карандашики. Карандашики, кисточки. Кисточки. Все, что угодно. Как бы облагородим наши инструменты. Мы наносим двусторонний скотч по краю здесь, по краю сверху и по внутреннему ободочку. Я хочу показать нашим зрителям, что двусторонний скотч бывает не только такой большой, толстый и с оранжевым верхом таким, но и такой вот тоненький, абсолютно очень удобный, который можно употреблять в процессе каких-то удивительных мастер-классов. Пока Елена доклеивает эту вот красивую кружевную ленточку, хочу принять звонок. Давайте выясним, кто нам дозвонился. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сергей, неожиданно, я думала, барышня какая-нибудь позвонит, тем приятнее. Сергей, расскажите, неделя-то наступила хлопотная, наверняка приятных любимых женщин предостаточно, как справляетесь? Да, вроде просто справляюсь там, есть какие-то идеи. Есть какие-то? А поделитесь с мужчинами, может быть, они что-то не знают. Какой же, как вы думаете, для женщины самый желанный подарок на 8 марта? Ну, мне кажется, что либо что-то сделано своими руками, или какие-нибудь цветы, какие-нибудь редкие, но приятно будет в любом случае. Только знак не маят, все равно. Приятные редкие цветы, это очень надо постараться. То есть вы сейчас пока не думаете об этом, 8 марта пойдете, цветочки купите и все. Ну да. Понятно, но тут у вас еще, если повезет, можете пригласительные выиграть на концерт. Так что же за фильм мы загадали? Москва в сезон не верит. Смотрели? Да, конечно. Нравится? Очень хороший фильм. Ну и правильно, надо смотреть и приучать своих детей хорошей киноклассики. Спасибо вам большое. Ну что, мужчины нам позвонили, ждем звонков от девушек и мужчин в том числе. Какой же подарок на 8 марта, на ваш взгляд, самый желанный? За лучший совет, за оригинальную какую-нибудь подсказку дадим приз. Тоже пригласительные билеты на концерт исполнителей. В том числе, назову, это 3 марта, ночной клуб «Звезда», концерт группы «Луна». Если хотите альтернативной музыки, смело можете отправляться туда. Елена сейчас какие-то невероятные невероятности производит руками. Она прижимает ленту. Длинная ленточка, кусочек, длинная полоска, бахрома, причем неотделанная, немножко ниточки сняты. И мы гармошечкой собираем на наш двусторонний скотч, предварительно сняв с него пленочку. Скажи, пожалуйста, а не отклеится ли вот такая... Нет, а еще мы сверху его сейчас закрепим. И он достаточно хорошо держится. Понятно. Я сейчас хочу спросить у девчонок. Вик, как ты думаешь, вот для любых женщин, для мамы, для бабушки, для сестры, для подружки, вот что лучшим подарком может послужить на 8 марта? Вот для тебя, например, как для будущей мамы. Задумалась. Задумалась. Полина, вот как ты думаешь, какой лучший все-таки подарок? Ну, мне кажется, лучший подарок — это внимание. Ну, можно, к примеру, убраться в квартире или сделать что-то своими руками. Убраться в квартире — это такой подарок маме, да, на 8 марта? Я мечтаю о такой подарке. Не знаю, как кто. Берите на заметку, друзья. Тем не менее, мы поговорили о том, что Лена занимается открытками, так Лена еще занимается не только открытками, но и блокнотами. Это вообще удивительное для меня открытие, потому что усил надо для этого прилагать невероятное количество, да и замечательные технологии используются. Лен, ну, можешь так, краем глаза поглядывая на фотографии, что-нибудь нам рассказать вообще, как ты к блокнотам пришла? Блокноты? Ну, я очень люблю блокноты, я очень люблю писать. У меня почерк достаточно красивый, я очень люблю. Поэтому вот как-то решила сделать для себя такой блокнот, где бы я записывала там свои желания, может быть, свои какие-то действия, планы на будущее. Дневничок, в конце концов. Дневничок, да. Вот его даже как-то называют, есть такое название «Дневничок желаний». Ух ты, не я его придумала, оно вот есть. Я сделала свой первый блокнот, конечно, посмотрев всякие техники, вывела свою. Так. Это очень интересно, свою технику. Это какую-то технику? Ну, у меня сшив самого блока, то есть листочки, книжечку я собираю сама, немного отходит от тех мастер-классов, которые как бы нам дают и в интернете, и мастера преподают. Я все это делаю на машинке, совсем по-другому. Иначе раскрывать секрет не нужно. Ну, действительно, не нужно. Ну, скажи, пожалуйста, вот сколько времени вообще от твоего личного времени у тебя уходит на рукоделие? Все время это единственная моя работа. Вот так вот, друзья, мои хобби. Постепенно можно перейти в работу, которая будет приносить достаточное количество, мне кажется, денежки для того, чтобы творить и развиваться. Но кроме, кроме есть еще таких замечательных фотографий, как блокноты, есть еще и такая совершенно, как бы для меня удивительная сфера деятельности, это оформление люстр. Лена, как так случилось, что ты решила и люстрами заниматься, видимо, их кадры, какие-то материалы вообще удивительные, твоя же кожа? Будет, наверное. Интересно, если я скажу, это идея моего мужа. Вот он сказал, а не хочешь ли ты попробовать? Можно сказать, меня заставил. Мы поехали в магазин, купили вот эти вот люстры, они белые, железные, пластиковые всевозможные. И мы вот с ним придумали, что сделаем, попробуем три дизайна к себе в новое жилье. Ну вот, попробуем. Получилось, мне очень понравилось. Полезный мужчина, дела-то, оказывается, делают. Кладись идей. Кладись идей. Кладись. Направляют и подсказывают, молодцы. Ну и, конечно, еще хочу для вас, друзья, показать, потому что, может быть, кто-то сейчас действительно озабочен подарками к 8 марта. Это лучше, чем подарки хендмейт, так называемые, с любовью сделанные, от чистого сердца. Это, вот, например, альбомчик можно тоже такой вот оформить, мне кажется, с любыми воспоминаниями. Будь то путешествие, например, в какой-то летний отпуск. Будь то, например, выписка, да, новорожденного из роддома. Будь то юбилей. Или какие-то вообще свадебные штуки. Мне кажется, оформить фотографии всегда приятно, потому что мы сейчас живем в такое время, когда фотографии вообще редко кто распечатывает. Начнем с того. Да. К сожалению. А уж распечатать фотографии и просто их положить – непорядок. Нужно как-то, мне кажется, интересно к этому подойти. Лена, вот, альбомы тоже удивительные делает. Видимо, тоже в какой-то своей технике. Как вот первой я сделала альбом, и все. Так я и не останавливаюсь. Так и живу. Это мой любимый, наверное, скажем, вид деятельности. Это альбомчики, да? А вот альбомчики любишь делать, когда у тебя уже есть фотографии тех, кого нужно оформить, или когда еще нет? Я могу сказать, что по-разному. Я оформляю альбомы иногда со старинными фотографиями. Там какие-то могут быть даже дореволюционные фотографии. Конечно, ты проживаешь некую жизнь. Смотришь. Мне очень нравится разглядывать чужие фотографии. Это же очень интересно. То есть они разнообразные бывают. И детские. В основном я печатаю фото сама. Потому что, как правило, да, у нас сейчас вот в нашем мире мы их не распечатываем, в цифровом формате все держим. Но когда подарок делают, например, для своих родителей заказывают, для бабушек, для дедушек, тогда, конечно, приносят мне кучу-кучу интересных фотографий. Своих там каких-то детских. Понятно. Интересно работать. Пока Лена заканчивает коробочку, я все-таки хочу, наверное, сейчас девчонок попросить. Начнем плееду поздравления с 8 марта. Полина, давай с тебя начнем, как с самой сегодня взрослой тут из девочек. Так, кого ты хочешь поздравить с 8 марта? Вот можно это сделать в камеру напротив, к нашему оператору. Давай поздравляю и кого-нибудь чего-нибудь пожелать. Пожалуйста. Я бы хотела поздравить бабушку, хотела бы поздравить тетю, всех моих подруг. Я желаю им счастья, здоровья и оставаться такими же красивыми, позитивными. Ну и самое главное, чтобы творили и рукоделием занимались. Вот у нас завершается коробочка. Лена, ты сама от кого хочешь поздравить? Ой, я бы, наверное, поздравила бы маму, подругу лучшую, Леночку. Привет. Как? Тетю свою бы поздравила, сестренку. У меня единственная двоюродная сестра, больше нет, все остальные мальчики. Ну что, я хочу пожелать всем здоровья, крепкого здоровья, счастья, удачи. Любите меня. Я вас люблю. Отлично. Ну показывай, что получилось у нас. Коробочка такая замечательная. Друзья мои, результат работы уже, думаю, выложим в нашей группе в программе «Универсальный формат». Тут еще немножко доделать нужно, а время выходит, потому что торопятся попасть к нам во вторую часть программы. Удивительные мастерицы, которые не только работают в данном направлении, но еще и что-то делают своими руками. А не переключайтесь, друзья, ждем по-прежнему ваших звонков. Самые желанные? Наверное, цветы. Не знаю, мне нравится. Ну для меня, в частности, ничего не является желанным подарком на 8 марта. А вообще не знаю. Цветы, конфеты, понятия не имею. Цветы. Цветы всегда для женщины самые приятные и самые хорошие. Для женщины внимание. И все. Не знаю, я уже получила на ленинградской букет цветов. Ну, наверное, мужское внимание. Вот цветы, конечно, безусловно. Что-то, может быть, какие-нибудь сюрпризы романтические. Не обязательно это должно быть материальное какое-то. Может быть, что-то для души, для сердца. Ну, каждая женщина хочет получить в первую очередь внимание, заботу, любовь, помощь какую-то. А потом уже материальные ценности идут. Любовь близких, наверное. Внимание просто элементарно мужское. Не знаю, мне кажется, дело не в подарке. Вот в каком-то вот... А просто, чтобы мужчина показал, насколько он любит свою женщину. Ну что, продолжаем наш эфир. Звоните нам, друзья, 202-11-22. Телефон прямого эфира. Какой же для вас самый желанный подарок? Позвоните нам и получите подарок. Все просто. 202-11-22. В нашей студии еще целая семья. Семья талантливая, творческая. Давайте знакомиться. Давайте будем с ними, мне кажется, налаживать связь. Потому что такие мастерицы, ну, каждому нужны. И их работа действительно уникальное произведение творчества. С нами здесь владельцы магазина «Бисер Микс». Мастерица по совместительству и по призванию. Елена Валенцова. Здравствуйте. И Татьяна Валенцова, дочь. Талантливый тоже человек, который тоже талантлив во всем. Ну, мы выслушали, как вообще у предыдущей Елены-то все началось. Там декреты какие-то. У нее возникли трудности с тем, что время-то девать некуда. У вас как творческий союз? Или кто-то из вас начал заниматься? Я не могу сказать того, что у меня некуда было девать время. На самом деле, наоборот, я была очень загружена на своей работе. Дело в том, что еще года четыре назад я вообще даже не помышляла о том, чтобы заниматься рукоделием. У нас был семейный бизнес. Вообще экономист я никак не рукодельник абсолютно. Но, тем не менее, знаете, как бизнесмены очень часто от стрессов, да, многие уезжают в деревню, становятся фермерами. Вот, видимо, именно по этой же причине я пришла к рукоделию. Как-то так получалось по жизни, что всегда мне встречались нужный момент, нужны люди. Вот, то есть судьба меня, видимо, сама вела в нужном направлении. Я согласна с вами абсолютно. Вот, попали мы на выставку рукоделия. Там познакомились с замечательными девушками из Нижнего Новгорода, которые меня научили вышивать ленточками. Это была моя первая любовь, первое пристрастие. В общем-то, до сих пор это так и осталось. Секундочку. Друзья, я сегодня выставочный экспонат, который демонстрирует выставочные экспонаты. Вот такая красота есть у меня здесь. Здесь это настоящая картина, но выполненная как раз-таки в технике вышивки лентами. Очень кропотливая, очень сложная работа. Это те самые пионы, которые по каким-то там поверьям приносят счастье, любовь и встречу своего единственного неповторимого, если повесить пионы где-то там в спальне. Так что, друзья мои, возьмите на заметку неплохой подарок для девушки, которая еще не встретила свою любовь. Итак, начали вышивать лентами. Да, начала вышивать лентами. Ну, на самом деле, скажем так, я вообще в жизни основательно всегда занимаюсь тем, что именно мне нравится. И потихонечку мы решили отказаться от того бизнеса, который у нас был, хотя он был и семейный, приносил доход. И решили переключиться на сферу рукоделия, потому что поняли, что женщинам это действительно сейчас очень нужно, это очень востребовано. Вот, открыли свой первый магазин, потихонечку потом открыли второй и третий, но, к сожалению, сейчас два осталось. Может быть, наоборот, счастье, потому что удается уделять больше времени именно этим двум магазинам. Но он назвал «Бисер Микс», потому что вы перешли к бисеру? Нет, это название получилось случайно совершенно. Бисер, да, потому что это, в общем-то, востребованное направление. Очень многие сейчас женщины вышивают бисером, вот, и мы решили, что в наших магазинах его будет достаточно много. А «микс» — это слово означает то, что в наших магазинах есть не только бисер, но и вообще «микс» всевозможных товаров для рукоделия. Ясно. Я предлагаю принять телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Тамара. Тамара, очень приятно. Но поделитесь тем самым женским весенним. Какой самый желанный подарок для вас? Как вы считаете, для всех женщин? Ну, вот лично для меня я с детства мечтаю испытать ощущение свободного полета. И хочу, чтобы мне подарил любимый муж этот сертификат на прыжок с парашютом. Слушайте, ну это вы, наверное, фильм «Мама» посмотрели, где героине Татьяны Голуб подарили как раз-таки вот такой вот замечательный прыжок с парашютом. Ну, здорово. Желаю вам искренне, чтобы такое у вас сбылось. Как первый дозвонившийся и рассказавший свое желание, вам пока достается так вот виртуальный пригласительный билет на концерт «Луны». Если вы, друзья, тоже можете нам позвонить, рассказать о своем самом желаемом подарке, звоните. У Татьяны хочу спросить. Татьяна, как так случилось, что вы тоже рукодельничаете? Я знаю, что даже вы сегодня можете нам что-то тут продемонстрировать. Вперед, я предлагаю уже начать. Время-то у нас идет. В интернете я увидела работы из шерсти. Они были такими теплыми и приятными, что мне тоже захотелось что-то попробовать. Сначала я начала с маленьких фигурок, так, первая проба. А потом мне понравились украшения, которые делают. Вот на мне сейчас браслет. А лисичка тоже хендмейт? Да, лисичка – это брошка, тоже сделанная из шерсти. Очень здорово. Все эти вещи очень теплые, очень красивые, яркие, живые. И я стала делать, тоже этим заниматься. Это не… как бы, не знаю, валять это несложно? Нет, это несложно. Нужно только приноровиться, понять, какая шерсть хорошая, какие иголочки лучше использовать. А потом уже, как бы, вот… Сначала я начала с повторения каких-то чьих-то работ, вот даже тот же лисенок. Я тоже увидела это в интернете и попробовала сама сделать. А уже потом… Наверное, так многие начинают. Ну, надо добить руку, так сказать. Это пример, да. А потом уже сама стала делать и бусины разноцветные, и браслеты делать, и бусы. И вот так вот. Ну, я, кстати, тоже к эфиру подготовила работы Елены. Давайте начнем, наверное, с очень трогательной и очень, мне кажется, не менее кропотливой работы, которая вызывает восхищение, уважение и трепет. Это иконы. Давайте посмотрим, потому что, ну, удивительно, действительно. Как вы к нему, к этому виду деятельности пришли? Ну, наверное, не скажу ничего нового. Опять скажу, что попался нужный человек в нужное время. Вот, понравились работы очень одной из мастериц, Татьяны Резвановой. Она живет в Москве. Просто удивительная совершенно женщина. Вот, она обучалась этому при монастыре. И я, в общем, все бросила и поехала к ней. Созвонилась, нашла ее контакт и поехала к ней. И буквально в протяжении двух суток не спала. Она показала мне всю технику выполнения этой работы. Вот, и действительно, я в это влюбилась. И, в общем-то, наряду с вышивкой лентами. Сейчас, наверное, вот не могу сказать даже, что я больше предпочитаю. Вышивать иконы или вышивать лентами. Ну, потому что это вообще настолько полярно, да? Как бы, и то хорошо, и это хорошо. Ну, это все интересно. Интересно. Нужно пробовать все. И только после этого будет понятно, что именно вам больше понравилось. Потому что, не попробовав, вы никогда не поймете. Конечно. Ну, это как раз к Пасхе, да, как говорят, хороший подарок тоже. Да, и к Пасхе, да, в принципе... Вертное воскресенье тоже. И к Пасхе, конечно, но вообще люди просят отшить такие иконы и на крестины. И вот у нас на столе есть венчальная пара. То есть это складень, которая, собственно говоря... Родители, да? И является венчальной парой, да, можно венчаться с такими иконами. И родители благословляют. И оставить в семье, да? Да, оставить в семье, как такой вот семейный реликвий. А вот такой вот уже кто-то у вас заказывал? Да, да, заказывали венчальную пару. Понимаете, что это вот исторический момент? Что ваша работа будет находиться в семье и, возможно, да невозможно, она будет передаваться, переходить. Ну, конечно, когда я вышиваю для себя, просто в подарок я, конечно, стараюсь, но, скажем так, я могу что-то себе позволить, какие-то огрехи, да, сделать. Сфилонить. Да, да. Но если уж эта вещь заказана, то, безусловно, во-первых, на иконы я даю 50 лет гарантии, вот никак не меньше, потому что ничего не отвалится. Я сейчас хочу убрать открыточку, чтобы вы посмотрели, да? Это как раз-таки так называемая пара, да? Да, это вот венчальная пара. Казанская икона, Престой Богородицы и Спаситель. То есть вы еще и вот оформляете, да, как-то? Это складень готовый, то есть иконы просто отшиваются, оклад. То есть эта икона церковная. Чем мне нравится именно эта работа? Тем, что это не набор, который там все уже предусмотрено. Для рукоделия. Да, и авторы уже вложили тот бисер, который вам необходим. А это авторская работа, то есть здесь полная фантазия. Все зависит от наличия и множества материалов, которые есть под рукой. И от вашей фантазии. А как церковь относится к этому? Ну, вы знаете, батюшка меня благословил. Они очень охотно освещают такие иконы. В принципе, я отшиваю, окладываю уже на церковные иконы, которые уже, в принципе, освещены. Но мои клиенты еще берут, потом идут освещать. В общем, никогда никаких проблем не возникало. И даже батюшка, который один раз зашел в наш отдел рукоделия, он сказал, что это вообще замечательно. И вообще, испокон веку, даже там женщины высоких сословий занимались тем, что отшивали вот эти вот бисером иконы. Конечно, это с истории момента. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте принимать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, ну дайте какой-нибудь совет. А то, может быть, мужчину уже голову сломали. Какой же самый желанный, как вы считаете, для женщин подарок на 8 марта? Это предложение от любимого мужчины выйти за него замуж. Ого. А если так вот уж случилось, я уж не знаю, к счастью или к несчастью, что уже женаты? Ну вот лично я, я уже замужем, а хочу, чтобы муж мне предложил обженчаться. Ух ты. Ну тогда приглядите себе замечательную пару. Спасибо большое. Это знак, это знак. Я думаю, не просто так вы нам позвонили. Искренне мы вам действительно этого желаем. Это очень хорошее, благое, доброе дело. Счастья вам. Спасибо большое. Ну, кстати, есть еще совершенно полярная к бисеру и к лентам деятельность девушек, которая тоже меня заинтересовала. Это как раз таки вот топиарь и все, что связано с цветами и тоже рукотворчеством. Как к этому-то пришли? Сказать еще раз, чтобы попался нужный мастер в нужное время. Это судьба. Ну вот так вот она меня ведет. Это материал, который называется фоамиран, пуристая резина. Вот. И с ней очень приятно работать с этим материалом. То есть он настолько податливый, что из него очень удобно делать всевозможные цветы. Просто нагрев его и сформировав лепесточки, листочки. Вот. Ну вот я же говорю, творческая личность, поэтому что-то нравится и начинаешь пробовать делать. И вот иногда получается. Датьян, вот такой вопрос. Дома-то, наверное, склад, да? Такой вот мама-то, наверное, и тут он пригодится в хозяйстве, и тут в хозяйстве, и тут коробочки, и тут какие-то ленточки, и тут бисеры, наверное, мешки. Ну, есть такое дело, да. Хорошо, что еще есть магазин. Помогаете как-то друг другу в чем-то? Да, бывает. Нет, конечно, помогаем, потому что вообще вот валяне прежде всего заинтересовалась дочь. Вот. Я подхватила, кстати, очередное мое увлечение. Еще попался один нужный человек. Совершенно верно. Совершенно родной, так. Вот. Она увлеклась сухим валянием, а мне вот больше понравилось мокрое валяние. Так что в перспективе ждите нас с такими еще вещицами. Если пригласите, то придем еще показать. С большим удовольствием. Мы всегда рады рассказывать о талантливых людях, и тем более тема у нас сегодня такая – яркие краски весны. И так отрадно, прям и глаз радует эти удивительные цветы ручной работы, потому что, ну, трогательно и очень кропотливо, я так думаю. В любом случае, друзья мои, сегодня, надеюсь, мы вам подсказали, подмигнули и, собственно, направили на нужный какой-то ход, куда можно отправиться за подарками. Я думаю, что сейчас, как и, впрочем, от предыдущих наших гостей, от вас поздравление нужно, чтобы прозвучало всем тем, кому вы хотите чего-то сказать. Или давайте начнем с вас, кому вы хотите чего пожелать сказать. Ну, с удовольствием, конечно, потому что я бы хотела поздравить прежде всего свою маму. Она, дай бог, долгих лет жизни, она живет в другом городе, поэтому 8 марта мы с ней не увидимся. А с тобой можно отправить? Безусловно, мы это каждый год и делаем. Мамулечка, я тебя поздравляю, ты мой самый родной человечек, ну и, безусловно, маму своего супруга, свекровь, я ее тоже называю мамой, потому что это тоже не менее родной человек. Ну и всех своих родственников, всех своих подруг, родных и близких. Здоровья вам, счастья, и будьте всегда действительно очень красивы, и восхищайтесь своих мужчин. Татьяна, эстафету перенимать рекомендую. Ну, я хотела бы прежде всего поздравить свою любимую маму, вот, и своих бабушек. Отлично. Надеюсь, бабушки у вас тоже чем-нибудь занимаются, рукодельник? Да, бабушка. Попричем, да. Так. Вот, а потом своих подруг, любимых тоже. Одноклассниц, однокурсниц, вот, желаю им успехов в учебе, сдать сессию, потому что это самое главное сейчас. Ну и, как бы, все. Ну, у нас вот остается минутка, и, наверное, многих сейчас гложет вопрос, вы делитесь своим таким опытом? Да, безусловно, делимся, потому что мастер-классы в нашем магазине проводятся, и они практически индивидуальны, потому что мы не собираем большие группы, это буквально 2-3 человека, поэтому приходите, все, что я умею, я все готова рассказать, показать, научить и так далее. А вдруг, друзья мои, для вас Елена окажется тем самым случайным или не случайным человеком, который направит вас в нужное русло, и который, собственно, научит всему тому, что умеет. Это большая редкость в наше время, что люди готовы делиться всем тем, что они освоили в этой жизни. Вам творческих успехов, процветания, приходите еще. Прекращайте. Ну, а вам, друзья, желаю хорошего настроения на эту неделю, и всегда своих любимых женщин, я думаю, стоит чем-нибудь удивительным поразить. Желаем нашей зрительнице получить то самое приглашение и предложение повенчаться. Ну, первая зрительница, которая все-таки дозвонилась и поделилась своим прекрасным настроением, отправляются билеты на концерт группы «Луна» «Ночной клуб «Звезда». До встречи вам! Пока! Субтитры подогнал «Симон»